Слово Божие Это первое послание апостола Павла к фессалоникийцам. Чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Вот язычник, не знающий Бога, он не понимает, зачем нужно хранить целомудрие добра. Христианин понимает, потому что где-то уже ходит будущая жена, и когда он воздерживается от блуда, он хранит ей верность. Любой блуд до брака разрушает способность человека целомудренно любить и, соответственно, стать счастливым в полноте в браке. Все связи, которые были до брака, они мстят человеку, когда он в браке, напоминаниями о себе. Человек неминуемо сравнивает и думает, а вот если бы я женился на той или на той, а вот та была лучше, та была красивее. И когда у человека начинаются искушения внутри семьи, у него начинаются вот эти воспоминания. А кругом столько предложений, столько людей, которые готовы к прелюбодеянию, которые вообще не понимают, что это страшно и разрушительно для их душ. А человек, который сохранил себя в чистоте до брака, он даже и мыслей не будет принимать о других людях. Он хранит верность, он борется за свою любовь. И такой человек обретает ту любовь, которую в браке у людей нецеломудренных невозможно достичь. Можно привести еще такой пример. Если человек будет все время ходить по кондитерским, покупать торт и съедать с них крем, у него рано или поздно будут очень много болезней желудочно-кишечного тракта. Вот нельзя, это неправильно. Нельзя рассматривать отношения с любимым человеком без сердечной связи, только телесная. Это разрушает способность любить всего человека, и его душ, и его тело одновременно. Эти разрушения, которые во мне произойдут, если я буду блудить, они еще сделают так, что Господь до меня не сможет достучаться. Мои очи закроются, я не буду видеть его воли. У пророка Осии в Библии есть удивительные слова. Он говорит, дела их не допускают их обратиться к Богу своему, ибо дух блуда внутри них, и Господа они не познали. Когда дух блуда живет в человеке, он не допускает человека познать Бога. Не случайно, если мы будем читать Библию, мы увидим в пророческих речениях, что сам Господь очень часто уклонение от истинного богопочитания так и называют прелюбодеянием или блудом. Человек блуждает, он уходит с правильного пути. От того, что сейчас вся окружающая нас цивилизация этого не понимает, законы жизни не отменяются. Чем больше человек допускает блуда в своей жизни до брака, во время брака, тем у него меньше надежды, во-первых, познать Бога, а во-вторых, тем меньше надежды стать счастливым в браке. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...